друзья всем привет сегодня будет разбор уникальной планировки потому что эта планировка в доме из бревна огромного вот вот таких вот прямо вот вот таких вот бревен это не часто попадается потому что обычно я делаю планировки в квартирах из газобетона или кирпича или домах из того же материала ну вот недавно делал разбор планировки бани из бруса кстати из кедрового бруса ссылочку оставлю в описании если вам будет интересно то есть там тоже есть своя специфика но у бруса стены тоже ровные можно сказать да а здесь вот такой кругляк это не тот который вытачивает на станках вот такие ровненькие бревнышки получаются а это натуральные строганные бревна вот такого размера из которых сложили дом и вот в этом доме со своей спецификой вот с невозможностью двигать стены вот эти вот огромные из бревна я сделал планировку поэтому смотрим друзья смотрим до конца это очень интересно тем более что я покажу и еще и сам дом с этими бревнами как он выглядит это просто ну мега круто итак вот он этот дом вот эта планировка и человек который строит этот дом предлагает нам следующее то есть есть контур основа то есть это сами бревна вот они вот вот таким образом лежат и естественно что двигать их мы не можем вся планировка должна создаваться внутри и застройщик который строит этот дом что он нам предлагает он нам предлагает вот такой вариант то есть вот вот прихожая мы здесь заходим кстати просторно и это очень правильно молодец вот прихожая должна быть большой и вот вариант мы пошли вот сюда налево здесь одна спальня вот видимо ванна и еще какой-то коридор в котором предполагается наверное какой-то шкаф направо это котельная видимо видимо котельная или раздевалка пока не понимаю потому что здесь дальше баня вот она баня и то ли комната отдыха то ли еще одна спальня спальня скорее всего потому что вот этот все таки да наверное это все таки предбанник с душевой это вот парилка а вот это еще одна спальня ночью вот что-то такое предполагалось а человек хочет здесь жить семья четыре человека то есть это муж и жена ребенок и бабушка вот то есть одна детская одна гостевая для бабушки но детской же ее не назвать то есть вот и гостевая детская гостевая нужна спальня для родителей и общее пространство для кухни гостиной вот вот такая вот задача стоит давайте смотреть что у меня получилось в этом доме из бревна придумать кстати сразу заранее можете лайк поставить так ну что приступаем друзья сейчас рассказываю как я сделал планировку на мой взгляд получилось наикрутейшая планировка но кстати потом в конце заказчик так и сказал что планировка просто классная все классно но надо переделать вот так вот да но в общем и так какие у нас водные кратко напомню семья четыре человека мама папа для них спальня детская значит для нее комната для девочки и бабушка для нее соответственно тоже нужна комната и общую кухню гостиную нужно обязательно сделать предусмотреть большое количество хранения вещей много прям много вещей потому что в этом доме помимо ну вот таких каких-то значит пиджаков рубашек еще нужно какую-то садовую там ну там конечно садом никто заниматься не будет скорее всего ну вот прям глобально но какая-то спортивная одежда ли походная одежда в лес это сссрский район и там шикарный лес река люди катаются на квадроциклах на снегоходах и так далее то есть вот плюсом появляется еще вот это вот какая-то вот такая одежда вот короче много мест хранения ну и третье самое главное это дом такой знаете для кайфа ну то есть он в шикарном месте из окон видна река лес поляна прекрасно но в общем там действительно волшебное место вообще это бажовские места если кто не знал есть такой бажов есть сказы бажова и вот это вот и есть бажовские места он там ходил гулял писал свои рассказы всякие свои там огневушки по скакушке хозяйка медной горы это все оттуда оттуда вот из этих мест и действительно там какая-то такая энергетика знаете вот прямо ну действительно волшебная вот вот в таком месте находится дом поэтому конечно же это дом в котором что-то особенное должно быть в общем хватит предыстории смотрим что я сделал смотрим вот это вот вход в дом прихожую я оставил как есть и здесь далее три двери одна смотрите ведет в комнату гостевую вот это вот гостевая комната для бабушки далее направо это гардероб с двумя шкафами двухметровыми два метра два метра с плечиками допустим с одной стороны одежда городская с другой дачная ну там походная и сквозь эту гардеробную мы заходим в санузел где унитаз раковина а с другой стороны в торце этого помещения хозблок со стиральной машины это очень важно потому что ну стирки тоже будет много сами понимаете но даже в поход сходили поэтому место под стиральную машину место под уборочный инвентарь под химию и под всякое прочее и все это не в ванной ни в коем случае это все где-то вот в стороне короче говоря в гостевом санузле вот он гостевой санузел кстати забыл сказать что здесь есть столик обязательно что-то красивое на него можно поставить цветы ключи туда же бросать есть пуфи куда мы можем присесть и при этом места много остается и тут мы сразу же видим напротив входа двойные красивые открывающиеся двери которые могут быть со стеклянными вставками и вот они открываются и мы попадаем в основной зал который кстати говоря 40 метров квадратных вот этот огромный зал вот с панорамным видом из этого окна где там где-то речка вот понимаете поэтому я сразу же ставлю окна мягкую группу из кресел и столиком здесь можно посидеть в шахматы поиграть чай попить в окно посмотреть вы так вот поскучать или повеселиться то есть понаблюдать красоты почитать божова в общем вот такое вот место и это сразу же фокусная точка это очень важно с интерьерной точки зрения потому что наша задача не только расставить мебель это важно но это далеко не все то есть это первый уровень мебель расставить до а второй уровень это расставить мебель так чтобы все было правильно с точки зрения композиции чтобы получился дизайн потому что планировка это основа будущего дизайна и здесь с точки зрения композиции все правильно вот так вот все по осям вот все ровненько вот видите вот телевизор диван стол кухонный гарнитур вот все на ось нанизана все симметрично все классно и вот по другой оси здесь уже стоят два кресла столик как они будут выглядеть потом в будущем это уже другой вопрос неважно там это будет квадратные там круглые или еще что-то еще там плетеное или кожаное кресло не суть это оболочка то есть это как рубашка да но сейчас мы строим такой скелет планировочный то есть и он должен быть крепким правильным из композиционной точки зрения вот ну короче все рассказал осталось добавить что здесь кухню я планирую сделать без навесных шкафов ну не хочу навесные шкафы вообще не хочу чтобы кухня была похожа на кухню вопрос куда холодильник ставить ответ вот вот в эти вот приставные шкафы которые высокие и и скрытые ну как скрытые на фоне бревенчатых стен вот таких вот полностью скрыть не удастся мне бы на самом деле не хотелось делать вот полностью и мебель и светильники и все 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 вот это вот из коряко и бревен но как это обычно делают в таких домах нет мне бы хотелось замешать вот эти срубы с современным стилем каким-то современным мебелью там может быть даже с ультра современной мне кажется это должно круто получиться да то есть старые традиции с современностью вот класс будет да что думаете напишите в комментариях как бы вы сделали кстати еще будет проблема знаете вот примыкать мебель к этим бревнам бревна то вот такие мебель то ровно но посмотрим то есть мы здесь и дизайн будем в будущем делать вот гостиной закончили и далее из гостиной мы можем попасть в одну часть и в другую часть еще одна комната уже детская помните вот я показывал вам есть комната для бабушки для этого мы окно выпиливаем в деревянном доме в срубе это можно сделать но пропилить да и все это окно существует в детской и собственно мы в эту детскую попадаем из кухни гостиной вот мы попали но для того чтобы у этих двух комнат появилась своя ванная душевая то есть я разделил не просто перегородку поставил между этими двумя комнатами а я поставил две перегородки между ними появилось пространство внутри которого сейчас есть душевая туалет раковина душевая вот и теперь этой душевой может пользоваться ребенок может быть со своими гостями и бабушка поняли то есть через тамбур вот есть такой тамбур в котором еще дополнительно шкаф стоит вот то есть это позволяет организовать в нем гардероб и шкаф не гордить в этих вот небольших по сути комнатах то здесь видите нету шкафа шкафа тут нет он стоит вот в гардеробной то есть получается у них такая общая гардеробная общая душевая мне кажется это круто плюс крутость то в чем заключается что а это звуковой буфер дополнительный вот этот вот то есть это дополнительный звуковой буфер одной комнаты от другой вот это тоже важно то есть вот такой звуковой комфорт тот кто живет в многоквартирных домах прекрасно понимает о чем я говорю кто-то чихнул кто-то телевизор громко включил в это все слышите так ведь это и в доме в частно может случиться до чтобы избежать этого то есть лучше через двойную перегородку вот здесь это получается остается спальня значит заходим в спальню а в спальне у нас что спальня у нас кровать большая макияжный столик напротив окна ну или как рабочий стол можно использовать ноутбук поставить он легкий на таких ажурных тоненьких ножках то есть сквозь него все просматривается все видно что в окне то есть видовые характеристики не теряются далее попадаем в гардероб у нас есть два шкафа больших как хотели заказчики в торце я предлагаю пропилить еще одно окно чтобы в гардеробной был свет светло что было всегда стараюсь сделать окна во всех помещениях потому что дневной свет это прям самое важное что может быть вообще в нашем пространстве всегда находите возможность получить естественный свет солнышко то нам ничто не заменит вот ну и через гардероб попадаем в ванну здесь я предлагаю ее сделать максимально большой прямо вот насколько это возможно здесь есть раковина унитаз за раковины раковину я ставлю островного типа это очень крутое решение потому что она позволяет к раковине подойти двоим она позволяет зонировать пространство она прикрывает унитаз но раковина собой прикрывает унитаз то есть мы его не видим и заходим сразу же заходим на красоту на раковину ну а далее стоит ванна отдельно стоящая в которой можно посидеть побалдеть посмотреть вот в это окно раньше ту дверь была а я предлагаю вставить окно то есть вот прям до пола и в ванной лежим балдеем чаек кофеек тут же растения наставить и такое место релакса просто кайфовый ну волшебно же лежать балдеет там снег и и писать за окном снег а ты в ванной у тебя тут тепло хорошо а там снег зайчики бегаю белочки ну и конечно душевая где мы вылезли там и помылись вот вопрос а где же котел то который вот котельная то где в общем тут котел электрический поэтому занимает он мало места и мы решили что поставим его вот сюда там где постирочная где хосблок сверху повесили бак и все снизу инвентарь там сверху бак но туда же накопительный бак там потолки высокие то есть все все помещается короче вот такая планировка у меня получилось я считаю шикарно идеальная планировка на которую заказчик знаете что сказал сейчас самое важное заказчик посмотрел сказал иван планировка просто огонь идеальная просто ну для семьи просто огнище вот то что надо но мне такое не надо сказал заказчик и говорит все нахер переделать делаем по-другому я говорю как по-другому это же классно он говорит она классная с точки зрения семьи то есть вот все для семьи вот я всю жизнь все вот делаю для всех а теперь я хочу сделать для себя поэтому будем делать так как я хочу вот поэтому друзья если вы хотите увидеть следующий вариант который сделан специально только конкретно под него как я хочу вот для меня то подписывайтесь на канал чтобы не пропустить и следующий раз вы увидите этот новый вариант ну и потом еще и дизайн когда мы будем делать тоже увидите поэтому лайк подписка с вас жмите на колокольчик все всем пока да прибудет с вами муза но и я конечно самыми гениальными планировками